МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Санкт-Петербурге прошел Международный экономический форум. Его называют главным событием года для бизнес-элиты. За три дня было подписано 386 соглашений на общую сумму 2 трлн рублей. Ежегодно растет и расширяется деловая программа мероприятия. Так, на площадках этого форума проведено 127 мероприятий, включающих заседание деловой двадцатки, проводимой в Германии, а также конференции БРИКС и ШОС против 72 мероприятий в прошлом году. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Из города на Неве репортаж Марии Владимировой. Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Он проводится уже в 21 раз и второй раз здесь, на площадке экспо-форума. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения главных экономических вопросов, стоящих перед Россией и миром в целом. В этом году форум собрал 12 тысяч участников из более чем 30 стран мира. Мероприятия форума 2017 года объединены девизом в поисках нового баланса в глобальной экономике. А основной задачей стал конструктивный и открытый диалог для обсуждения основных направлений развития мирового сообщества. Новую страницу развития на форуме открыл и Ненецкий округ. Регион займется формированием современной технологической деловой среды во взаимодействии с Роспатентом. Это стало возможным благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве. Документ определяет приоритетные направления совместной работы региона и федерального ведомства по развитию сферы интеллектуальной собственности в округе. Роспатент уже несколько лет совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности реализует проект по созданию центров поддержки технологий и инноваций по всей стране. Уже в 65 регионах страны мы создали центры поддержки технологий и инноваций, задача которых разъяснять значение интеллектуальной собственности в экономике, активизировать работу с информационными системами. Центры поддержки технологий и инноваций, подключенные к нашей информационной системе, имеют доступ ко всем тем базам, которые имеют доступ наши эксперты. Центры поддержки и инноваций оказывают конституционную помощь. Через них можно подать заявку, особенно в электронном виде. Это наш приоритет – электронное общение с субъектами. А сейчас мы такой центр открываем в Нарьянмаре. Центр в Нарьянмаре будет уникальным, отметил Григорий Ивлев, так как рассчитан в том числе на детское техническое творчество. На самом деле, благодаря компактности нашего региона, это первое, благодаря гибкой структуре управления, нам это просто необходим как воздух, потому что наша новая нефть – это компетенция, это знание технологий. В округе живет очень много активных ребят, знающих, моделирующих, пытающихся что-то создать. И у них будет возможность общаться напрямую с Роспатентом, не прибегая к самолетным перелетам. То есть будет возможность и получить доступ к базам, появится возможность получить патент на то-либо иное изобретение. А самое важное – появится возможность вживую получить консультацию, что тоже крайне важно. Опорным центром поддержки и инноваций в регионе станет Нейнская центральная библиотека имени Печкова. Учреждение будет координировать реализацию мероприятий в рамках подписанного соглашения. Подписание соглашения – неотъемлемая часть петербургского форума, как и проведение различных панельных дискуссий и сессий. Одну из них посвятили проектному планированию и его эффективности в бюджетном процессе. Принципы бюджетного планирования впервые были применены в 2014 году, но результатов не дали. В зоне неэффективных расходов федерального бюджета в 2015 году оказались 1,6 трлн рублей. В 2016 – уже более 2 трлн. Сейчас, отметила глава счетной палаты Татьяна Голикова, необходимо заняться поиском новых механизмов. Это действительно очень актуальная тема, потому что эффективность бюджетных расходов – это серьезные вещи в период кризиса, которые происходят у нас сейчас в свете падения цен на нефть. Поэтому то, что там говорилось, действительно нужно искать новые проектные решения, нужно оптимизировать и, так сказать, заниматься приоритизацией и целеполаганием, конечной целью наших бюджетных расходов. Поэтому, в принципе, дискуссия действительно бурная, она интересна для всех регионов, что отразилось и на обсуждении этого вопроса. К проектному планированию переходит и Ненецкий округ. Как отметил глава региона Игорь Кошин, по некоторым из них уже удается достичь цели через проектное управление. На мой взгляд, здесь две составляющие. Первая составляющая – виден каждый шаг и в процессе достижения цели уже, можно сказать, будет ли получен результат, либо нет. И вторая – это более целенаправленное расходование бюджетных средств. Региональным проектным офисом в Ненецком округе назначен аппарат администрации. Создан управляющий совет, которому делегированы все полномочия по принятию решений, утверждению паспортов проектов и определению приоритетов, а также графиков исполнения. Могу рассказать про, допустим, два проекта, которые у нас в высокой степени готовности. Это, допустим, проект «Экология». По нему утверждена уже вся, грубо говоря, нормативная база о реализации проекта. Это и паспорт проекта, это и график реализации проекта. Мы предполагаем о том, что все-таки в рамках этого проекта мы уменьшим экологический ущерб, который ранее был нанесен природой. Это очень важно, особенно в рамках года экологии. Соответственно, это эти же брошенные суда, которые будут уйдены. И каждый житель округа, он физически увидит результат этой работы. Второй, например, проект, который можно рассказать, это проект «Кочевой детский садик». Петербургский международный экономический форум – традиционная площадка, где регионы и крупнейшие компании представляют свои достижения. Одна из них – компания «Хелепорт», презентовала новинку в авиационном строении – вертолет, имеющий ряд преимуществ перед всеми остальными виндокрылыми машинами. Скорость движения выше до 287 км в час, но вот в грузоподъемности нашим Ми-8 они все-таки уступают. Это легкие вертолеты. Конечно, нельзя сравнивать с Ми-8, потому что это грузоподъемный вертолет. Я на этих типах тоже очень много летал. Ну, что он боится? Боится объединения, потому что в переходные периоды все-таки есть температурный диапазон, который не позволяет выполнять, если именно есть объединение. А так машина очень хорошая в управлении, пилотировании. Прекрасная машина. Между тем, северные регионы, например, такие как Магадан, данные типы воздушных судов закупают и используют как для перевозки вахтовиков, так и пассажиров. «Хелепорт» может перевозить до шести пассажиров. Стоимость одного вертолета составляет 3 миллиона 800 тысяч евро. А это ноу-хау от КАМАЗа и государственного научного центра НАМИ. Беспилотник – элемент новой транспортной логистики. Шаттл. Мы говорим о новом подходе в рамках интеллектуального города, в рамках умного города, где движение транспорта осуществляется централизованно. Вот это вот важный момент, когда мы беспилотное транспортное средство включаем в эту систему, и у нас отпадает необходимость сохранять маршрутное транспортное средство и перейти к следующему этапу, когда шаттл небольшой, именно поэтому не огромный, создавая почти условия частного автомобиля и выполняя функции индивидуальной, по сути, перевозки, когда вы задаете «хочу» с пункта А в пункт Б, он решает все задачи в этом варианте. Такой шаттл вмещает в себя до шести человек. Он работает на батарее и может стать альтернативой общественного транспорта. И две российские беды – дураки и дороги. Ему не страшны. Вот эта машина для следующего поколения уже измененных людей. Сегодня мы работаем с гаджетами, с информационными технологиями. И вот эта машина общается с нами тоже через гаджеты. И со всеми другими участниками движения она тоже общается через технологии связи, связи, айтишные технологии, навигационные системы, то, что сегодня вошло в нашу жизнь. Просто это шаг в развитии. Автономная система, поймите, она видит лучше водителя, она знает больше любого водителя, потому что работает в комплексе информационном, получая от инфраструктуры информацию о дорожной ситуации, о знаках, светофорах. Сама видит знаки, может сравнивать, комплексировать, принимать решения. Шаттл можно назвать еще младенцем. Он выпущен в августе прошлого года. К концу текущего года появится его уже модифицированная версия. Если одни на площадках форума представляют новинки в области машиностроения и авиастроения, то здесь можно попасть в мир живой природы, а точнее к амурским тиграм. Все, что для этого необходимо, расположиться удобно в этом замечательном кресле, надеть вот такие вот очки, обзор которых 360 градусов, наушники. Вы, конечно, этого не увидите, но я сейчас окажусь прямо рядом с амурскими тиграми. Высокие деревья. То есть, получается, мы находимся буквально в нескольких сантиметрах от амурских тигров. Какие хорошенькие. Тигр очень погладил. Амурский тигр был взят под защиту в 2013 году. Именно тогда, по инициативе президента страны Владимира Путина, был создан Центр Амурский тигр. Специалисты отмечают, сохранив тигра, удастся сохранить и благоприятную экологическую обстановку всего региона. Можно скрытую камеру поставить и следить за эмоциями. Потому что вот от вас я слышал, ой, мамочки, были девушки, которые просто издавали восторженные звуки, там, оу, ааа, и очень по-разному веселились, по-разному радовались. Но в целом у всех положительные эмоции. И это, несомненно, нас радует, что то животное, которое мы охраняем, вызывает исключительно положительные эмоции, а никакие ни страхи, ни боязни, ничего такого. А это промо-бот – новейшая разработка одноименной компании. Он уже принят на работу в Сбербанк России в отдел кибербезопасности. Расскажи правила кибербезопасности. Красавица. Современный телефон – это настоящий компьютер, на котором хранится огромное количество персональной и критичной информации. Блокируйте экран телефона клавиатурным или графическим паролем, пин-кодом или биометрическим методом. В перспективе такие же роботы будут поставлены во все отделения Сбербанка для работы с клиентами. Его основная задача – это просвещение по вопросам кибербезопасности, а также получение некой обратной связи. То есть он как отвечает на вопросы, так и задает и смотрит, насколько человек знает те или иные правила. Госкомпания «Автодор» на форуме представила экспонаты, найденные в ходе археологических работ на участках строительства автодорог федерального значения, в том числе центральной кольцевой дороги в Подмосковье. Находки уникальные. Это предметы личного благочестия и вооружения средневековья XVI-XVII веков. Здесь и редкие вещи, связанные с бытом боярства в период боевых походов. Самые уникальные находки были сделаны в прошлом году. Это два богато отделанных боярских шлема. Это шлемы первой половины XVI века. Они выкованы из стали. И плюс к тому, в чем их уникальность, они очень богато декорированы. Здесь, в общем-то, присутствует золотая и серебряная инкрустация. То есть, сначала шлемы гравировались, а потом все эти гравированные углубления заполнялись драгоценными металлами. Это шлемы бояр из рода Елизаровых, личной армии Ивана Грозного. Помимо шлемов, при раскопках были обнаружены предметы вооружения и доспехи, и кольчуги. Уникальные не только экспонаты и разработки, представленные на форуме. Он и сам в этом году стал рекордным как по числу участников, так и по объемам подписанных соглашений. За три дня заключено 386 соглашений на общую сумму 2 триллиона рублей. Эта сумма в два раза больше, чем в прошлом году. Мария Владимирова, Сергей Качегов, телеканал «Север», Санкт-Петербург. Наринмар на три дня стал международной площадкой, где парламентарии государств Баренцева региона обсуждали вопросы сотрудничества в сферах экономики, экологии, культуры, науки и туризма. Чтобы поучаствовать в восьмой по счету конференции в столицу Ненецкого округа, приехали делегации из Норвегии, Финляндии и других северных стран. Российскую сторону представляет зампредседателя Государственной думы Ольга Епифанова. Все вместе они решали, как сделать так, чтобы человеку в холодных регионах жилось комфортно и при этом не навредить уникальной природе Арктики. Главные задачи конференции – выработать решения для повышения качества жизни северян и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие Баренцева региона. Открывая конференцию, заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова сказала о необходимости решать эти вопросы сообща. Наших общих интересов, дальнейшее укрепление атмосферы благополучия и уверенности в будущем, необходимое для обеспечения современного уровня жизни людей и ведения хозяйственной деятельности в суровых климатических и природных условиях. Анатолий Мяндин в приветственной речи акцентировал внимание на развитии инфраструктуры и безотходного ведения оленеводства в Ненецком округе. По мнению председателя окружного собрания депутатов, эти проблемы можно решить, используя опыт регионов России и стран Баренцева региона, в том числе на законодательном уровне. Нам необходимо продолжить совместную работу законодателей по выработке единой позиции для решения общих для стран Баренцева региона проблем с учётом национальных особенностей. Спектр взаимодействия очень широк. Это и развитие северного морского пути, расширение транспортной инфраструктуры, создание условий для функционирования агропромышленного комплекса, развитие культурных связей. Особое внимание парламентарии уделили теме массового туризма на территории Баренцева региона, как показывает статистика большинства отдыхающих в арктических странах, граждане и южных государств. По словам директора международного Баренцева секретариата Томаса Халберга, это связано со сложностями при получении визы северянами. Я сам путешествовал по Баренцеву региону, останавливался во многих гостиницах и встречал туристов, 99% которых были из Азии. Мы, естественно, можем смотреть на цифры и видеть, что они увеличиваются, увеличиваются и задавать вопрос, что же ждёт нас в будущем. По прогнозам экспертов, если северные страны, входящие в Баренц регион, создадут для туризма все необходимые условия, то уже в ближайшее время количество отдыхающих может увеличиться с сегодняшних 10 тысяч в год до 40. В перспективе круизные прогулки по таким городам, как Мурманск и Архангельск. В этом случае иностранцам не потребуется оформлять визы. Мы напрямую задаём друг другу вопросы, мы поднимаем те проблемы, которые волнуют жители тех или иных государств. И в итоге, когда мы научились слушать друг друга, мы принимаем конкретные решения резолюции, которые являются, видимо, основой такой для принятия решения, прежде всего, правительству, государству. В период своего руководства Советом Российская Федерация нацелена на решение задач по содействию социально-экономическому развитию Баренцева региона с акцентом на рациональное использование научно-инновационных и ресурсных возможностей региона при одновременном соблюдении необходимых экологических стандартов и должном учёте интересов коренных народов. Приоритеты российского председательства СБЕР, как вы знаете, это транспорт и логистика, окружающая среда и климат, культура и туризм. На сегодня можно отметить положительный опыт сотрудничества в сфере образования. Один из проектов – обмен опытом между студентами Ненецкого аграрно-экономического техникума и учебными заведениями Скандинавии. Благодаря совместным проектам появилась возможность обучаться по международным программам и стажироваться за рубежом. В рамках сохранения культурного наследия и социально-культурного развития коренных народов Севера с 2010 года осуществляется международное сотрудничество колледжа и техникума с университетом Арктики, центром образования Саамского региона, колледжем в Каутакейна и колледжем в Винаре. Это и участие в различных проектах, в том числе в конгрессах университета, и участие в ассоциации БЭБА, которая переводится как «За развитие образования в оленеводстве». И все-таки ключевой момент в полномасштабном освоении Арктики – расширение транспортной доступности. На инфраструктуре завязаны такие отрасли, как туризм, промышленность, логистика, социальная сфера. В Ненецком округе особенно остро ощущается зависимость от авиасообщения. В летнее время вылететь на Большую Землю – настоящая проблема. Компаниям просто невыгодно работать в малонаселённых субъектах. Между тем, в России действует программа субсидирования авиаперевозок, но только для регионов Дальнего Востока. В программе развития транспорта Российской Федерации я надеюсь, что мы всё же пробьём вот эту задачу, потому что сегодня это связано и не только с развитием туризма, а туризм мы тоже рассматриваем как одну из отраслей экономики и социальной сферы. По мнению представителя парламента Швеции, между странами Баренцева региона необходимо развивать авиасообщение. Это будет способствовать и развитию туризма, и укреплению контактов между людьми. Северные страны – Швеция, Финляндия, Норвегия. У нас теперь есть рейс, который связывает наши северные территории. Хотелось, чтобы это авиасообщение было продлено и на Мурманск. Это было бы логично, потому что туристы, которые посещают наши северные страны, хотели бы посетить и Россию. Осенью 2017 года Швеция принимает эстафету от России. Итоги двухлетнего председательства России в Совете Баренцева евроарктического региона подвела Ольга Епифанова. По словам парламентария, большой объём работы удалось сделать в сфере защиты природы. И как раз всё, что касается экологии, сохранения экологии, восстановления экологии, это одна из главных задач. Порядка девяти мест из 26, девять мест, где мы загрязняли атмосферу, вопрос решён. Но, конечно, работу затормозили санкции, затормозили очень серьёзно. Фактически парламентарии перестали общаться. И мы можем общаться только через Северный совет и через Сбер. Опыт соседних государств по части экологии очень богат. Финляндия в последние годы делает ставку на зелёную экономику. Внедрение биотоплива, поиск альтернативных источников энергии, переработку отходов. Практикуют систему повторного использования сырья и приучают к этому населению. «Если вы использовали пластиковую бутылку, вы можете вернуть её в магазин, и при покупке очередного товара из пластика вы заплатите чуть меньше. Это выгодно для людей». О необходимости продолжать сотрудничество говорит и схожесть проблем. Увеличение заболевших с ПИДом, туберкулёзом, алкоголизм. Есть и кадровые проблемы. Дети леневодов, выросшие в интернатах, не спешат возвращаться в тундру и продолжать дело родителей. «Люди предпочитают оставаться в более комфортных условиях. Но, конечно же, что для этого требуется? Для этого требуется социально-экономическое развитие сельской местности. Это одна из целей на сегодняшний день государственной стратегии развития России в том числе». Здравоохранение, образование, культурные связи и поддержка коренных народов – точек соприкосновения между странами множество. А значит, есть смысл продолжать совместную работу. «Вы знаете, это диалоговые площадки международного сотрудничества. Это, по сути, дипломатическая работа. Мы делимся своим опытом, смотрим, как соседи воспринимают друг друга, обмен мнениями». Помимо резолюции, участники конференции сошлись во мнении о необходимости провести масштабную встречу на уровне государств. «Баренцев-Давоз» – такое название получил будущий саммит – может состояться уже в 2018 году. Ненецкий округ и губерния Финмарк договорились о продолжении сотрудничества. В Наринмаре прошла рабочая встреча Игоря Кошина и главы губернского собрания губернии Финмарк Рунером Шостедом. В октябре текущего года губерния Финмарк примет председательство в Баренцевом региональном совете. Игорь Кошин выразил надежду, что предстоящие два года Финмарк будет достойно возглавлять эту структуру с учетом интересов всех сторон Баренцева сотрудничества. Глава Ненецкого округа также сказал, что у регионов есть конкретные точки для развития сотрудничества. В числе первых он назвал поддержку и развитие традиционных видов хозяйствования коренных и малочисленных народов Севера. В этой сфере есть уже определенный опыт по переработке оленевшкур хозяйств Ненецкого округа в Финляндии. И этот опыт, отметил Игорь Кошин, можно распространять на другие регионы северных территорий. Также глава региона рассказал о внедрении альтернативных источников для энергоснабжения отдаленных населенных пунктов региона Крайнего Севера и необходимости совершенствования этих технологий для арктических территорий. А также о совместном с Норвегией проекте развития телемедицины. Опыт реализации этих проектов сегодня уже дает положительный эффект, в том числе экономический. В свою очередь глава губернского собрания губернии Финмарк Рунар Шостат отметил, что территории Ненецкого округа и губернии Финмарк во многом схожи, в том числе большой площадью и малой плотностью населения. В рамках встречи стороны обсудили возможные форматы сотрудничества, в том числе и в рамках Баренцева регионального совета. Прокуратура Ненецкого округа и региональное общественное движение Ассоциация Ненецкого народа ЕСВ подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает сотрудничество сторон по вопросам защиты прав и интересов коренных малочисленных народов, обеспечения экологической безопасности над территорией округа, а также реализацию совместных мероприятий. Подписи под документами поставили прокурор Ненецкого округа Николай Егоров и президент Ассоциации Ненецкого народа ЕСВ Юрий Хатанзейский. В соглашении прописаны формы и принципы взаимодействия, а также обязательства сторон. Срок действия документа – три года. На самом деле Ассоциация – это значимое событие. Я еще раз благодарен Николаю Алексеевичу за такой шаг. Это также налагает определенные обязательства, определенную ответственность, с чем мы согласны и готовы к дальнейшему планаторному сотрудничеству. Подписанное с прокуратурой округа соглашение дает Ассоциации ЕСВ и дополнительную поддержку в сфере соблюдения и защиты прав коренных малочисленных народов региона. Проблемных и нерешенных вопросов в этой сфере хватает. Несмотря на созданную в округе нормативно-правовую базу, качество жизни коренного населения находится не на должном уровне, отметил Юрий Хатанзейский. В свою очередь, начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры округа Петр Лудников подчеркнул, что органы государственной власти и местного самоуправления не всегда в полной мере исполняют предоставленные полномочия и взятые на себя обязательства. Принятие мер прокурорского реагирования также потребовалось в связи с имеющимися фактами необеспечения оленевода соответствующими топливно-аналитическими ресурсами, в частности дров, причиной которого стало отсутствие своевременного надлежащего контроля в этой сфере стороны администрации района. Проверки также показали ненадлежащую реализацию в образовательных организациях положения закона о ненецком языке на территории Ненецкого округа в части неполного обеспечения учащихся школ учебниками ненецкого языка. Вскрывать факты нарушения прав коренных малочисленных народов помогают не только собственные проверки и сигналы граждан, но и активное взаимодействие с общественными организациями. Такая практика у прокуратуры уже есть. В 2014 году ведомство подписало соглашение с Союзом оленеводов Ненецкого округа. Информация от этой общественной организации в части возможных нарушений, нарушений экологического законодательства связана с разливами нефти, с разъездами, тундры, с деятельностью недропользователей, нарушающих экологическую обстановку, помогала прокуратуре в своевременном получении информации, организации контролирующих органов проверок и принятия актов реагирования. Соглашение прокуратуры и ассоциации ИСАВЭЙ также предполагает плодотворное сотрудничество на благо коренного малочисленного населения Ненецкого округа. В реализации соглашения также примут участие сенатор Валентина Сганич, вице-губернатор по делам КМНС Ольга Старостина и уполномоченный по правам человека Лариса Сверидова. Отвечу, что сегодня на территории региона проживают более 7,5 тысяч ненцев. Около полутора тысяч ведут традиционный кочевой образ жизни. Ирина Цепетва, Антон Водряков, Телеканал «Север». Тонировка вне закона. Это правило действует на всей территории России с 2011 года. Но до сих пор находятся автомобилисты, для которых закон не писан. Не исключение и Ненецкий округ. В Наринмаре сотрудники ГИБДД продолжают бороться с теми, кто предпочитает оставаться в сумраке. Масштабные рейды прошли на этой неделе. На одном из них побывала наша съемочная группа. Стоят на лесозаводе. Каждый водитель понимает, о чем речь. Сегодня у инспекторов ГИБДД цель одна – машины с тонированными стеклами. Взмах полосатого жезла видно даже через тонировку. Уже через 15 минут рейда сотрудники останавливают первый автомобиль. Определить на глаз, насколько тонировка пропускает свет, невозможно. Для этого существуют специальные приборы. По правилам, передние стекла должны пропускать 70% света, а лобовое стекло – 75%. Общепринятое мнение – темная пленка, наклеенная на передние стекла автомобиля, защищает не только от солнца, но и от любопытных глаз. Разглядеть водителя за такой своеобразной защитой практически невозможно. Актуальность данного вопроса связана с чем? В первую очередь с тем, что нанесение тонировки не обеспечивает обзорность местного водителя. В то же время данное нанесение тонировочного покрытия скрывает иные административные правонарушения. Это такие, как неприсогнутый ремен безопасности, использование телефона при движении, перевозка детей либо пассажиров также неприсогнутым ремен безопасности, перевозка запрещенных предметов, которые инспектор при проверке транспортного средства или водитель транспортного средства способен увидеть через передние стекла. Водитель «Шкоды» с результатами замера согласен и вину не отрицает. По его словам, машину приобрел в Наринмаре уже с тонировкой, но снимать ее не захотел. Посчитал, что это лишняя трата денег, но, как говорится, скупой платит дважды. Теперь водителю предстоит не только снять тонировку, но и заплатить штраф. «Все по закону сделаем, соответственно, берем, заплатим штрафы, все по-честному». Как показывает практика, любители тонировки меньше не становятся. Каждый год нерадивые автомобилисты придумывают новые ухищрения, чтобы обойти закон. Например, сейчас в моде так называемая съемная тонировка или шторки. Но и эти способы попадают под запрет. «За данное правонарушение назначается административная ответственность в виде административного штрафа в размере 500 рублей. С 1 июня по настоящее время сотрудниками полиции уже составлено 23 административных материала по данному правонарушению». Госавтоинспекция обращается ко всем автовладельцам и призывает привести свои автомобили в надлежащее состояние. Нарушение может ударить не только по вашему кошельку. В первую очередь от этого зависит безопасность, здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения. Анастасия Максимова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 6 июня во всем мире отмечали День русского языка, на котором написано почти 800 произведений Александра Пушкина. Автор Евгения Онегина, Бориса Годунова, «Пиковой дамы» и любимых детских сказок переведен на сотни языков мира. В Ненецкой центральной библиотеке имени Печкова в день рождения мирового классика перечитывали знаменитые произведения на ненецком языке. Возможность читать одну из самых знаменитых русских сказок на ненецком языке появилась в 1941 году. Первый ненецкий ученый Антон Пырерко перевел на родной язык сказку о попе и работнике его балде. Примерно в это же время произведения Пушкина стали переводить и на другие языки коренных народов России. Здесь перечислены все национальности. И вот все эти национальности они переводили на свой язык. То есть, вернее, не только сказки Пушкина, но и там стихотворения. Антон Петрович там оставил разгадку. Поп звучит на русском языке. И балда тоже на русском языке. В 2015-м в Архангельске вышел сборник переводов самого знаменитого стихотворения Александра Пушкина. «Я помню чудное мгновение» можно прочитать на 210 языках мира, в том числе и на ненецком. Роза Ивановна Конюкова переводила. Так, есть непальский. Непальский, да. Главное на их буквы. Их письменность. День русского языка ежегодно превращается в настоящий праздник ценителей литературы. Книжные выставки, литературные квесты и дуэли – главным образом на тему произведений Александра Пушкина. В Москве стихи русского классика читают на Красной площади. А в Санкт-Петербурге на станции метро «Пушкинская» звучит рэп на знаменитые строчки. Любовь к Пушкину переросла все человеческие границы и перешла в новый формат. В июне всему миру будет официально представлен робот Пушкин. Андроид одет во фраг, белоснежную рубашку и цилиндр. Есть черные кудри и бакенбарды. Декламирует Андроид в статической позе. Однако мимика схожа с человеческой. Он умеет улыбаться, шевелить губами и бровями. В литературном арсенале робота около 600 стихотворений и поэм. «Я вас любил, любовь ещё быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем». В Челябинске в честь автора Евгения Онегина танцуют вальс начала 19 века и дегустируют его любимые блюда – полбу, блины, сыр, с плесенью. В Казани, несмотря на дождь, поклонники поэта декламируют стихи. Сотни городов в России и мире ежегодно присоединяются к празднованию Дня русского языка, который в произведениях Пушкина зазвучал по-новому. Валентина Чебичик, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Жители округа активно подключились к марафону по лепке июньских снеговиков, объявленного нашей телерадиокомпанией. В социальной сети ВКонтакте появляются новые фотографии с хэштегом «Лето в нау». Так, например, на этой фотографии снежная дама, ожидающая пляжного сезона. Её авторами стала семейная пара Дуркиных и Стельвиский. Помимо снега в ход пошли купальник, солнечные очки и панама. А автор этого снежного произведения – Ольга Кирина из Наринмара. Её июньский снеговик прочно стоит на ногах. А это кадры ночных охотников за туманными пейзажами. По словам их автора Татьяны Поздеевой, в погоне за уникальным кадром проведено три ночи без сна. В посёлке Усть-Кара в первые летние дни проведён конкурс снеговиков. Участниками стали дети, посещающие пришкольный лагерь. Летние фото прислала наша телезрительница из Усть-Кары Татьяна Хатанзейская. На пришкольной летней площадке здесь проходил конкурс снеговиков. Дети катались на лыжах, играли в снежки и радовались тёплому июньскому солнцу. Участие в марафоне приняли и дети, посещающие пришкольную летнюю площадку в Коткино. В поисках снега они отправились в лес, где слепили забавные снежные фигуры. Кроме того, ученики младшей школы устроили снежную баталию. В битве с снежками победила дружба. Июньские снежные забавы маленькие жители Коткино сняли на видео, которое в ближайшее время можно будет посмотреть в социальной сети ВКонтакте. Предлагаем жителям Ненецкого округа присоединиться к марафону. Лепите своих снеговиков и выкладывайте их с хэштегом «Лето в нау». Лучшие будут опубликованы на страничке телеканала «Север» в социальной сети ВКонтакте. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте по адресу www.3wtrk.ru. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok